Ой, Паша, как я волнуюсь, волнуюсь, я говорю, чё-чё, чё-чёлкает сидеть, у твоей дочки свадьба через неделю, а ты чё-чё, тринадцатый раз, Господи, число-то какое не счастливое, Паша. Ой, вот веришь, вот как представлю я, что это ж, это ж уже через семь дней, это ж вся твоя родня, всем таборам, здрасте, пожалуйста, все ж они припросы, ой, Паша, Паша, у меня прямо руки-ноги похолодели, ей Бог. Ну, Паша, Паша, а чё, если мы эту дочкину свадьбу отгуляем без своих экстремальных родственников, а, ну, чтоб они жениха, как обычно, не спугнули, а. Паша, ну мы всех твоих братьев после свадьбы позовем, Господи, да всех позовем, да какая им разница твоим братьям, а, ну, какая им разница, им, где налили, там у них и свадьба. Паша, ну чё, не так, что ли? Ай, не так. А вспомни юбилей бабки Атлантиды, а, 90 лет бабки вспомни, ну, ну и как твои братья перепелися, да без памяти. И перепутали рождение со свадьбой. Ай, бабка-то тоже хороша, Господи. 90 лет человек, она, а-а-а-а-а, белый платок обрыдилась, счётки свеклою натерла. Буками с сундука вся бабу сила. Всё, сидит в углу, ну, чисто невеста сидит, но они её и украли. Да ради бог мы куда-то спрятались. Вот весело было, а бабку-то твою уже пятый год, никто найти не может. А вдруг они вот так вот от дочку нашу свистят? А я тебе, Паша, так слушаю. Чем с такими гостями роднями? Ей богу, легче свадьбу сырать с обезьянами. Легче. Да я твоих братёв за всю жизнь, за всю жизнь только один раз трезвыми видела. И где, где? На фотографии в детстве. Ой, да не кричи, голова без тебя болит. Всё, хозяин ты в доме, всё. Всё, хозяин, всё, хозяин, хозяин, всё. Фу. Президент. Прямо Жорж Буш. Хозяин, Паша, хозяин. Правильно. Как ты решишь, так и... ШИШ. Вот это вот, видал? Я дочку хочу хотя бы в тринадцатый раз наверняка стыкнуть. Пожалею её, у неё уже созрело всё. По шестому кругу. По восьмому квадрату. Господи, за кого ты так лодку дерёшь, а? Кого ты хочешь позвать, первую голову? Ой, ботельника Колю. Это, который с лисом Чебурашки. Всё, конец свадьбы. На всех свадьбах напьётся и спит. А чё ему не спать? Харя в салате, ухи в пельмениках. Всё, зови, зови, зови своего Чебурашку, зови. Только вспомни, как твой Чебурашка на первой дочкиной свадьбе напился и в щах заснул. В щах. И, главное, в себя вдохнул. Пол ведра. А выдохнул ведро. Да всё на жениха. А то ты побежал с капустой на ухо. А Ромка, этот ваш киноператор, с видеокамерой стоит этот мутант. В смысле, талант. Стоит этот видеокамерой. Снимает вот это всё на видеокамеру. Три часа снимает, стоит. А сам видеокамеру с мясорубкой перепутал. Кассетия помогает ему. Кассеты менять. Они ж тогда восемь кассет с мясорубей леди, вот. Кассетия, который, тедя, который гордость ваша, который, который спортсмен, который, который в проруби, как дятел моржуй. Федя не пьёт, ага, не пьёт, за ухо он льёт, то Федя не пьёт. А кто на предпоследней дочкиной свадьбе напился? И жениха чуть не до смерти спал. Не Федя. Это ж надо до такого додуматься. Это ж нормального трезвого человека. Так вот даже его голову не проют. В холодильнике спрятаться. Он и по жизни-то страшный. Федя Крюгер. А тут-то в холодильнике раздолье. О-о-о-о. Кетчупом, как дурак, измазался с головы до ног. В руках баранья нога. Яйцо колбу приморозит. Сидит в позе зародыша, ждёт. Ну и дождался. Жених захотел водички холодненько попить. Сунулся в холодильник, а он ему оттуда. Ау! Жених по сей день в коме. Да все у вас такие, господи, все такие. Дядя Серёжа не то. Да чё твой дядя Серёжа? Дядя Серёжа на последней дочкиной свадьбе напился и орал, что он бык-осеменитель. И всем тёлкам после свадьбы обещался свою осеменялку показать. Да иди зови кого хочешь, зови. Ну на дорожку сядь, на дорожку. Чё бы это было? Подволзи к двери, посмотри. Кто там? Дядя Серёжа. А чё он припёрся? На какую свадьбу? Кто его звал? Ты! Ты чё-то всем уже телеграмму отправил? Ну нету дочки свадьбы с таким папкой уехал. Ну чё теперь делать? Открывай! Чё уже? Рассекретились! Вон уже твоя родная кровь за неделю до свадьбы за порогом торчит. Добро пожаловать в гости, дорогие! Представьте себе такая картинка. Муж и жена уже лезть в десять вместе. И вдруг как-то вечером она ему говорит, Миша, Миша, ты знаешь, что ты козёл? Нет, нет, это она его не обидеть хотела. Она просто накануне полистала Мишин гороскоп и наконец-таки поняла, с кем она живёт. И всё стало на свои места. Миша козёл, она лошадь. Ломовая. Ну вообще, вы знаете, для женщины гороскоп это вот просто настольная книга. Особенно в Новый год, потому что хочется узнать, что же там за поворотом. Ну у меня тоже гороскоп есть, жутко интересно его полистать. Значит, 2019 год. Это год дракона, точно. Дракона чёрного. Я же сердцем чуяла, что это свекрухин год. Не знаю, как у кого, но у меня драконша, о трёх оловах ей было. Слушайте, я вот подумала, если она дракон, то Толик тогда, сын её кто? Дракоша. Дракоша. Вот сразу понятно, что вы моего Толика не видели. Это вы что, дракоша, Толик. Да он дракозя был по меньшей мере. Толик, дракоша. Ну вот вы знаете, иногда, честно, вот иногда читаешь свой гороскоп, и такое впечатление, что его враги составляли. Серьёзно. Мне, значит, вот в этом году, ну, который уже ушёл, мне в этом году предсказали в конце ноября... Слушайте, даже неудобно об этом говорить. В общем, в конце ноября мне нагадали в этом году фантастический, случайный секс. Слушайте, вы не поверите, я полгода готовилась. Не, ничего, потому что секс мне нагадали на 38 ноября. Вот интересно, как с этим вопросом в следующем году у меня будет. Так, эротический гороскоп. Согласно календарю чукотских хлеборобов, 2012 год — это год сексуального дракона. Хо-хо. Этот год очень удачен для... А также для... Хо-хо. Следующий такой же удачный эротический период для вас наступит в 2679 году. Не дотяну. Но... Но вы сможете совершенно безнаказанно. Вы сможете совершенно безнаказанно в этом году наставить рога. Наставить рога своему мужу. 15 января, 12 февраля, 3 апреля. Господи, как же не забыть там. А че такой перерыв, я не понимаю. Не, че это за фигня такая, с апреля по декабрь. А чем я буду в это время заниматься, ты пацаны? Не, точно враги составляли, ебелье. Не, а, но в этом году... Ой, тут же продолжение. Но в этом году вам будет счастье. О-о-о. В этом году счастьем не будет, Господи. Ой, как я жду этого счастья, Господи. Ну как я его жду. Я же за всю свою жизнь только один раз счастливая была. Только один раз. Когда свекруху оса в язык укусила. А в этом году счастье. Счастье вам будет 12 октября. С 0 часов 54 минуты на 0 часов 56 минут. Не прохлопайте. Да, такое счастье трудно прохлопать 2 минуты. Ну спасибо хоть на этом. Так, ладно. Чтобы этот год был удачным на Новый год, надо выйти на лестницу, постучать обухом топора по порогу и сказать счастье, здоровье, день и быстро. Слушайте, вот моя подружка, Катька Жукова, в прошлом году, вот купилась. Вот точно такую же прочитала, совет точно такой же. Вышла на лестницу, чтобы постучать с топором. В 12 часов. А там соседи со своими гостями стоят, курят, разговаривают. А нас топором. И обухом по порогу. Хлоп, хлоп, счастье, здоровье, деньги, быстро. Нет, ну арестовать не арестовали, конечно, но Катька до сих пор за свой счет 7 человек лечит от нынуреза. Так, что там такое еще? Так, внимание, финансовый гороскоп. О, это очень важно. Финансовый гороскоп. 12 марта у вас будет рост доходов. О-хо! Слава Богу, наконец-то. Ну, хотя бы что-то положительное, господи. Рост доходов у вас будет с 13 часов 12 минут до 13 часов 15 минут. Доходы вырастут на 7 рублей 22 копейки. Потом затишье до 2135 года. Нет, точно гороскоп враги заставляли. Вот и ибул. А, стоп, 17 августа. 17 августа вы получите наследство. А-ха! Но я же чувствовала, что что-то хорошее должно быть. Господи, боже мой. Неужели я наследство получу? Боже мой. Ой, как это вовремя? Как это вовремя? Что же я куплю? Так, сапоги. Сапоги первым делом, потом шубу, потом холодильник надо поменять, потом заплатить за свет. Так, слушайте, а сколько же я этого наследства получу? Мне хватит на все это или нет? Так, 17 августа вы получите наследство, 18 августа его придется вернуть. Так как вы его получили по ошибке. Сейчас вернула. Не надо было ошибаться. От вашего новогоднего наряда зависит ваше счастье. Ни-фи-га. Вот у меня подружка Людка, она в прошлом году, вообще Новый год встречала без одежды. И родила. И счастлива. А до этого, 49 лет, шо только на себя не напяливала. О, Господи. И от Гучи, и от Версачи. Родить не могла. Так, 23 декабря будет парад планет. Все планеты одеты от Юдашкина. По окончании парада планет, голубой огонек и конец света. Слушайте, ну, насчет голубого огонька, я точно гарантирую, что будет. А вот, насчет конца света. Знаете, вот у меня дочка, ей 12 лет. И она ко мне пришла и говорит, мама, я когда вырасту, я тебе нарожаю 6 внуков. 6. Какой конец света? Да нам же только жить дожить. А конец света наступит, когда я скажу. Значит, никогда. Ваш муж изменит вам 23 декабря 2012 года. Вот козел, а. Нет, я не знаю, конечно, как для всего остального человечества. А для одного козла конец света наступит точно по расписанию. 23 декабря 2012 года. Витя, ты что, спишь, что ли? Господи, что за характер у человека, а? Как можно спать в такую ночь, а? В какую-в какую? Последнюю, Витя. Завтра разводимся. В 10 утра суд. Я уже и будильник на 7 утра поставила. А я говорю, нормальная. А я говорю, не рано. Я говорю, нормальная. Будешь спорить, поставлю на полшестого. Господи, что за человек такой? О чем ты думаешь, Витя? У нас, между прочим, сегодня с тобой последняя брачная ночь. Какие будут предложения? Вот интересно мне, Витя. Да интересно просто. Вот когда мы с тобой разбежимся завтра, а? Кому ты жить побежишь, а? К Таньке соседке? Или к Людке с третьего этажа, а? Ой, отвернулись. Ой. Ой, лбом к стенке прижались. Вить, что ты так в стенку вдавился, а? К Таньке целишься, да? Ой, Вить. Да я ей, знаешь, я ей сочувствую. Таньке давно замуж пора. Она, говорят, в прошлом году даже объявление в газете дала. Продаю свадебное платье. Пятьдесят шестого размера. Надоело ждать. Господи, что ты мне и нашел, а? Одна из вильна. И та ниже спины. Да у нее даже пупка нет. Да я тебе говорю. Да я тебе говорю. Мне Серега рассказывал. А он про Таньку все знает. Говорит, представляешь, я ее спрашиваю. Тань, где твой пупок? А он говорит, ой, где знаю Серегу? Наверное, в общежитии стерся. Так что, Вить, мой, мой тебе совет. К Людке беги. Не так обидно. Ей хоть показать есть что. Господи, одни ноги чего стоят. Ой, ой, Какие ноги у Людки. Боже мой. Какие ноги. Я вот ведь думаю. Интересно. Они у нее от природы такие? Или она их каждый вечер на бигуди накручивает? А какие у Людки волосы. Боже мой. Волосы густые. черные. Волосы на руках. Че ты молчишь-то, а? Господи, что за человек такой, а? Молчит, лежит, как бревно рядом. Прям не мужик, а буратино деревянный. Я этому буратино отдала семь лет своей жизни. Семь лет, два месяца, один день. Да. Я считала свой срок. Слава Богу, завтра в 10 утра амнистия. Так что вот, Витячик, выходит, что у нас сегодня с тобой последняя брачная ночь. Повторяю. Повторяю для особо сообразительных буратинов. Витя, сегодня последняя ночь тебе. Завтра будет поздно. Так что не откладывай на завтра то, что бесплатно можно сделать сегодня. Да, потому что с завтрашнего дня для тебя, Витя, все услуги платные. Вот спросишь меня завтра, например, который час, я тебе скажу 9 часов, с вас 20 рублей. Да, я корыстна, да, да, я змея, да. Шшшшш. Господи, я змея. Это ж надо такое придумать, я змея. Че это я змея-то? Я? Я от тебя всю жизнь прятала еду? Да что я от тебя спрятала? Ха? Заварку. Витя, да ты в собственном доме не знаешь, что где лежит. Заварка лежит на самом видном месте. Третий полк справа. В коробке из-под сахара, на которой написано соль, перец. Господи, да посмотри, какие тебе ты щеки за всю эту жизнь наел. Посмотри. Да не на лице. Прям не мужик, а арбуз. Почему? Потому. Потому, Витчик. Потому что у тебя как в том анекдоте. С каждым годом живот растет, а хвостик вянет. что? У меня не голова, а пустыня. Да, Витя, ты прав. У меня не голова, а пустыня. Только знаешь, Витчика, в каждой пустыне есть оазис. но не каждый верблюд способен его найти. Если я не замолчу, то что? Ой, 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 страшно, ой, он меня накажет. Ой, чем? Спрячь. Я говорю, руки убери, не трогай меня. Вить, перестань целоваться. Если ты счастлив и прекратишь целоваться, то я за, 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 зажмурюсь. Главней всего. Ну вот хорошо. А то лежит, выпендривается. Не пойдем завтра в суд. Витя, Витя, ты знаешь что? Витя, вот, Витя, вот, если я тебя достану, ведь, если я тебя обижу, Витя, ты, ты вот, ты прям, ты не терпи, Витя, ты, ты прям, наказывай меня. Главней всего. Вы меня не узнали, да? Ханума, Ханума, самый знаменитый сваха на Хавказе. Кто, кто Пугачёвый нашёл Киркорова? Ханума нашла, Ханума, Пугачёвый, Киркорова, Петра Сяну Степаненко. Всё, Ханума нашла, а? А тебе тоже и красавица хочешь, хорошего мужа найду? Не стесняйся, не пьёт, не курит. Сам будет стирать, сам будет готовить. Сам будет для тебя тихонько носочки штопать. За всё время ни один плохой слово тебе не скажет, гарантирую. Он глухонемой. Ой, сколько лет, сколько лет я сама управлялась, теперь конкуренты появились. Брачный берёв. Что творят, слушай, что творят? Я сама пошла в этот берёв. Сама пошла, мне интересно стало. Слушай, они там поставили электронный сваха. Ва, я посмотрела, посмотрела, какой это сваха. Какой это сваха вместо головы колесо, вместо глаз лампочка, вместо рук пружинки. Какой это сваха. Слушай, при мне один женщина ей заказала мужа, что высокий был, гордый, мало пил, на всех кроме неё пиливал. Она что написала? Верблюд. А я что, я всех женю, я всех замуж видаю, а? Одну только девушку никак не могу перестроить. Эта девушка красива, не ворчлива, не спесива, иначе она не скрою, а зовётся Ханумою. А что делать, ну что делать, только я для себя найду хороший жених, обязательно кто-нибудь бежит ко мне с просьбой, Ханума, найди мужик. И как назло веришь, в этот момент под рукой никого нет. честь фирмы берегу своего отдаю. Ай, мне теперь хорошие женихи только вас не снятся, и то не всегда. Какой вчера приснился страшный сон, не поверишь, сейчас вспоминаю, мороз по коже бежит. приснилось, как будто я заболела, чуть-чуть приболела, лежу, болею. Болею, лежу, вдруг смотрю, дверь спальни раскрывается, и ко мне в спальню заходит чубайс. Не поверишь, в белый простыня, волосы рыжие, дыбом торчат и со свечкой в руках. Не знаю, как это я в таком виде никогда по телевизору не видел. Ей-богу, стало заикаться, говорю, что, всё? Мне что, уже на тот цвет пора? А он говорит, ты за этот цвет ещё не расплатилась и провода перерезал. Тёмную ночь мне устроил товарищ Чубайс, и теперь я уже женихов никогда не увижу. Чубайс. не увижу? Слушай, очки взяла специально для такой случая. Надену очки, пойду поближе, в народ пойду, не увижу, нащуплю. Без жениха не вернусь, что зря приехала сюда. Майджаны, какой мужчина сидит, мечтал всей моей жизни. как тебя зовут, любимый? Саша, да, Саша, можно я тебя так интимно буду называть, я буду привыкать к тебе. Саша, скажи честно, кто рядом сидит? Скажи честно. Говорит подруга по партии. хорошо. Саша, я так и думала, что такой мужик в Тулу со своим самоваром не поедет. Дай я тебя всем покажу. Покажу тебе всем, чтобы на тебя уже никто больше виды не имел. Видели, я его уже застолбила со своей попрощайся на всякий случай. Пока. Пиши письма. Руку дай. Проходи, проходи, милый, проходи ко мне. Саша, я тебе хочу один интимный вопрос задать. Вот рядом с Ханумой обязательно должен быть настоящий джигит, верно? Давай вспомним это лицо, лицо джигита, потому что у этого лица есть такие характерные отличительные черты, которые джигит от других народов отличают, их четыре. Саша, вспоминай. Усы. Усы вспоминай. Правильно, конечно, каждый уважающий себя джигит носит большие шикарные черные усы, верно? Саша, но эта часть она растет вбок. А что растет у джигита вперед? Подумай, прежде чем ответить. Нос. Конечно, конечно, у джигиты, каждый джигит имеет такой колоритный, красивый, кавказский, выдающийся нос, верно? Почему такой нос у джигита вырастает? Саша, объясняю. У каждой джигит есть такой большой летний кепка в гардеробе. Он имеет такое шуточное русское название. Как эта кепка называется? Аэродром. Твоя переживает. Громче всех кричит аэродром. Правильно, правильно, аэродром, правильно, милый, ты знаешь. В Ростове мне сказали лаваш. Остроумно. Так вот, в тени этой большой кепки, этой кавказский нос, каждый день на миллиметр вперед веря стоит. Ара к солнцу тянется, загорать хочет, тоже человек. Вот мы с тобой три части перечислили. Три усы, нос, аэродром. Верно? Теперь ниже опускаемся. Саша, вот когда я говорю, у каждой джигит есть в гардеробе большое что? Ты мне что говоришь? Кинжал. Конечно, конечно, большой такой кавказский ножик называться кинжал. Саша, я тебе его даю. А, теперь жмем. А, красиво. Да, видишь, как у тебя совсем другая у тебя осанка, да? Плечи распрямились. Да, выйди вперед чуть-чуть. Выйди вперед. Да, хорошо, орлом, орлом держись. Саша, повернись спиной к залу ко мне лицом, не поворачивайся без моей команды, потому что сюрприз не получится. Ай, Джан, какое лицо родное, поворачивайся, милее. Ай, совсем другое лицо. Саша, не знаю, кем ты работаешь, сейчас ты как будто директор центральной ринка. Дядя Сандро, походи, походи, хозяином, походи по сцене, туда, сюда походи, да, себя покажи. Ай, молодец. Саша, каждый джигит умеет танцевать, такой зажигательный танец, называется он, лезгинка называется, подсказывает, ты умеешь, я по глазам вижу, умеешь, только пока об этом не знаешь, Саша. Умеешь, смотри, лезгинка, это самый, это самый простой танец в мире, самый трудный, это ламбада, потому что ламбада движется вот этот сейчас, нижний. давай, попробуй за мной. Да. Хорошо, только чуть-чуть застоялся, немножко, потом потренируешься, ну получается, а в лезгинке, в лезгинке в основном работают руки и брови. Ноги отпусти, ноги, сами под музыку дорогу найдут. Давай руки порепетируем, давай, две руки в стороны, раз, другую сторону, руки, два. Хорошо, Саша, хорошо, молодец, теперь под музыку все то же самое. Асса! Ай, молодец! Ай, как он шигит летит, а! Ай, разочулся как, молодец! Молодец, какие будут светить тебе, молодец, настоящий артист, Саша. А когда артист свой номер выполнил, он что делает? Реквизит снимает? Подожди, рано. Меня отдавает. Отдавай мне нос, кинжал, кепка, не забудь, я вас русский хорошо знаю. И когда артист номер выполнил, он в конце номера Саше кланяется зрителям, зрители аплодируют, новая звезда родилась. Куда пошел, отцеловаться будем, нет? Ладно, погуляй, пока. Если сваха брак устроит, повезет всегда с женой, если женитесь в эйсадж, будете ходить с женой, миссия. Спасибо, Санек. Спасибо, коллега. Это и ваши аплодисменты, Саша. Спасибо. Люсь, привет. Люсьок, привет, кто бы мог подумать, но я не могу. Ну, где вы с тобой встретились? Люсь, ну, давай поцелуйся, ну, давай, ну. муа, он мне никогда не нравился. Люся, но это не повод для развода. Это не повод для развода. Люся, я спасу вашу семью. Люся, ты не зря меня встретила. Люсяк, отучим его от этого дела. Отучим. Люся, я же в этом деле профессор. Люся, ну, что ты забыла, где я работаю? А? Ну, вспоминай. О, вспомнила. Да, Люся, все там же. В клубе собаководства. Кобелей дрессирую. Да какая разница, Люся, ну, какая разница, на двух ногах кобель или на четырех? Люся, я тебе как профессионал говорю. Кобель, он и в Африке кобель. Вот, слушай, вот совсем недавно у меня в клубе такой случай был. Люся, кобель один бегал за кошками извращенец. Отучила, Люся, отучила. Слушай, что надо делать? Слушай, вот как только ты увидела, что твой побежал за какой-нибудь. Ты вот так в спину строго так фу! Фу, кому сказала! И поводком его по морде. Как он у тебя без поводка ходит? Люся, я тебя не понимаю, 21 век на дворе, а у тебя мужик без поводка. Ты что? Какая любовь? Какая совесть, Люся? Где это у них? Покажи мне то место, где у них этот рудимент. А какой совести ты говоришь, Люся? Я тебе как профессионал говорю. Вот, Люся, поверь, сколько лет я дело с кобелями имею? Люся, клянусь, ни разу, ни разу за всю эту жизнь я не видела, чтобы какой-нибудь Мухтар, догнав на улице, какой-нибудь найду, в самый ответственный момент вдруг остановился и подумал, Господи, что же я делаю? Что же я творю? Меня же дома жучка ждет. Люся, поверь мне на слово, мужик должен быть на коротком поводке. Кстати, какой он у тебя породы? Ну, порода у него какая? Как ты не знаешь? Рост у него какой? Метр шестьдесят? Значит, такса. А такси, Люся, какие они хитрые. Вот, какие они хитрые. Вот ты не поверишь, Люся. Вот она на тебя вот так смотрит, смотрит, хвостиком биляет. А сама уже поразит, как кусок мяса стала стащила и припрятала. Вот ты мне скажи, твой хитрый? Как не знаешь? Давай проверим. Вот я его недавно видела. Шел через двор, весь в помаде. Говорит, с командировки возвращаюсь. А? Что он тебе-то наврал? Да ты чё? Что в самолете была такая болтанка? Что бабы прямо по салону летали? А чужие чулки ему в карман турбулентностью засосало? Люся, да он у тебя не просто такса. Он у тебя такса породистая. Слушай, а когда ты с ним гуляешь по улице, он у тебя как? Ну, там ничего не поджирает? Ну, гадость какую-нибудь. Они вот любят. Вот найдёт что-нибудь такое вот, вот раскопает и сожрёт. Люся, если что, ты за этим следи. Иначе заболеет. Или чумкой, или бешенством. А бешенство, Люся не вылечивается. Бешенство, болезнь такая. Чё, не знаешь, что ли? Когда шерсть с дыбом в глазах, как у сумасшедшего, орёт, пена из пасти. Болел. Да ты чё? Когда? Когда ты переключила футбол, а потом твою маму в мусоропровод спустил, отозверел. Люся, расскажи мне всё подробно с самого начала. Мне надо знать все симптомы. Так, пришёл с работы. Злой, голодный, как собака. А ну, сразу на кухню. А ты? А ты молодец. А ты ему сразу мисочку с едой под нос. Раз. И он пошёл работать. А тут на кухню мать заходит и говорит, подожди, дай погрею. И чё? И стала миску забирать. Да ты чё? Люся! Она легко отделалась. Да он бы мог за еду ей башку отгрызть. А она только в мусоропроводе с седьмого этажа прокатилась. Да ты объясни ей, что когда мужик жрёт, не трогай его. Не подходи. У мужика по жизни только две святые команды, Люся. Две. Это дай пожрать. И дай пожрать спокойно. Люся, ты мне скажи, вот он тебе по жизни вообще какие-нибудь полезные команды выполняет? Ну, например, вот эту. Выполняет сидеть. Сидел пять лет от звонка на звонка. А вот эту выполняет. Лежать лежит, но не с тобой. Вот беда какая. Люся, не плачь, Люся. Да помогу я тебе. Господи, отучим. У меня тоже один кобель таскал домой всякую дрянь. Отучила. Слушай, что надо делать. Запоминай. Вот как только, Люся, как только ты застукала своего с какой-нибудь дрянью, с бабой с какой-нибудь за шкварник его. Шкватила. И вот так в мордой. В мордой в эту бабу. Тычь в эту бабу. И говорит, чужой, чужой, нельзя, чужой. Поняла? А потом в себя тычь. И говорит, свои, свои можно. свои. Люся, да мужик. Он, как и кобель, только силу уважает. Вот ты мне скажи, вот как ты своего призываешь к этому, к размножению? Ну, как? Голосом голосишь. А что ты ему голосишь? Милый, пожалуйста. Пожалуйста, обрати на меня свое внимание хотя бы раз в три года. Что это такое? Чего я такой? Да он даже не слышит тебя, господи. Команда должна быть четкой. Взять меня. Фас меня два раза. Как он на тебя, как на женщину, внимания не обращает? Как он твою фигуру назвал? Снеговик из сала. Ты посмотри, шавка беспородистая. Добей его за это по ушам тапком. Кстати, как у него ушки? Ушки у него стоят? Чего? Чего? Только ушки стоят? Да зачем он тебе нужен, Люся? Он тебя еще щенок. Кстати, где у него место? Место у него где? Ну, спит он где? Подстилка где у него? Работает с ним в одном офисе? Люся, да не плачь, господи. Ну, расскажи, какая она из себя? Мне же понять надо, почему его к ней тянет. Ну, рассказывай, какая? Тощая. Худая. Как модель. Все понятно, Люся. Это инстинкты. Он кость чует. А против инстинктов, Люся, не попрешь. Инстинкт, Люся, он и в Африке инстинкт. Поэтому, дружок, вот знаешь, я тебе как профессионал говорю, но нет у тебя другого выхода, Люся. Нету. Веди его к ветеринару. Веди, Люся, не жалей. Что за проблема, Люся? Всего ничего. Десять минут делов. Десять минут, чик-чик, и все. И все, Люся, ни о чем не думает, на тебя смотрит преданно. Я своего Дэнни чикнула нормально. Королева, понимаешь, в его глазах, королева. Что ты говоришь? Дэнни, собака, а твой мужик, ха-ха. Люся, Дэнни, это Денис Викторович, муж мой. А собаку мою зовут Орландо. Так что дрессируй, подруга, дрессируй, а будут проблемы. Звони. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, Галя! Это тетя Надя, мать Игоря. Да. Да, Галя, твоя мать тоже с утра нашего дня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Галя! А ты на его вчера на свадьбе как кот на салу олезела. А, я тебе так вытирай пылю куполка. Вытирай по утрам пылю. Увешу, что ты в доме грызишь, что развела, сама буду приходить у вас убирать. Не могу больше ничего говорить, перезвоню тебе потом. Прошло десять лет. Здравствуй, Галла! С праздничком тебя, Галла! Как с какими? Десять лет, как Игорок мой, с тобою еще живет, Галла! Как там, мой сыночек? Ну, хорошо, что спит. А что ты его будешь будить? Не надо будить. Не надо. Рассказывай, как там, мой внучек? Как там, мой Андрюсик, тюлютюсик, мой зюзюсик, мой зюзюленька, моя славенька. А что ты чихаешь, чихаешь там, Алла? Я не пойму тут. Ну. Ну и что ты чихаешь в разные стороны, Алла? Рядом, мой сыночек, мой внучек. Затыкай нос, рот и в уши, Алла. Ну, что я делаю? Плакаю я тут. Что я могу делать, когда говорю с тобою? Вот так вот, а все время и плакаю. И жену хотела для Игоря красивую. А тут-то ты. Ой, да ты мне лучше скажи, вытирала ты пылюку с утра или нет? Ну, хорошо, хоть к этому я тебя приучила, Алла. Я что тебе позвонила, Алла? Сон мне был плохой. Ну, конечно же, про тебя. Как будто Игорку, маму, ты изменяешь, Алла. Да, ты знаешь с кем, Алла? А что ты, не знаешь, что ли? Не знаю, Алла, к чему я доцом. Ну, давно хочу тебе спросить, Алла. Чего ты меня так не любишь? Даже внучек, кровиночка моя, да мамка твою похожая. Не могу ничего говорить, Алла, потом я тебе перезвоню. прошло много-много лет. И Аллочка, здравствуй! Вы люку вытирала, кудра? Умница! Алла, а ты не знаешь, я вытирала. Ты-ка я тоже не знаю, Алла. И чё я тебе позвонила? Чё ты, Господи, голова задумает? Ты правильно про свадьбу с тобою поговорить. Ну, хорошую вчера свадьбу внучек Андрюсику сыграли, Алла, хорошую. Ну, потеряла вчера свои очки, я ж, пенегрете. Ну, без очков всё разледела, Алла, всё разледела. Девочку разледела. Ну, совсем она, Андрюсику, не пара, Алла. Ну, совсем не пара. А вон сидела гладкой за столом, а нацу против его тьфу, квелая. А ты, Алла, пара была, Игорку, маму, пара. А вон уже тогда был толстый, ленивый и пляшивый парадик. И всю жизнь за тобою проспал, кабаняка. Алла, ты мне лучше скажи, ты с Андрюсиком говорила с утра? Их же сегодня была брачная ночь, Алла. Ну, а чё же ты мне не рассказываешь? Как мне интересно? Всё мне интересно, Алла. И как ты позвонила, чё вы поговорили, чё там о тебе сказали, Алла? Ну, чё ты ревёшь-то, Господи? Ну, чё она тебе сказала? Послала, что ли? А куда, Алла? ну, это ничего, это ничего, Алла. Сколько раз ты меня туда посылала, Алла? Теперь разочек туда смыться. разочек не реви, я сейчас мигом оденуся, Алла. Мигом. Мы с тобою вместе к ним поедем. И за нашего Андрюсика, за Тюлюфюсика, за нашего Лопопусика, Алла. Чё я тебе говорила? Правильно, дочечка, научим её пылюку вытирать. Пособие для одиноких женщин в курортной зоне. пиперов. Курорт это не роскошь, а средство передвижения мужчин из семьи в семью. Часть первая. Где ловить? Летом лишь только припечёт солнце, и зимой как только выпадет первый снежок, на всей территории нашей страны начинают распускаться мужья. И вот отбившиеся мужчины сбиваются в стаи, становятся на крыло и радостно гагача летят налево. А курорты Кавказа являются местом, где жирует особый вид мужчин. Мужчин ускор курортный. Часть вторая. Кого ловить? Я перечисляю более распространённые виды мужчин ускор курортного. Тип первый. Русак не чернозёмный. На курорте находится в полупьяном и полуголодном состоянии. Готовый кусать что угодно. пугливый. Первым на женщину к сожалению не нападай. Ну и промысловой ценности для приличной охотницы не представляй. Охота на него если ведётся то исключительно из спортивного интереса. А значительно более ценной добычей является тип второй. Мужчину государственный ответственный крупный принадлежить к семейству толстолобиков размножаться любить. Тип третий. Мужчину санаторный сердечно-сосудистый желудочно-кишечный охающий часто попадается в лечебной грязи. Хитёр. В случае опасности например при внезапном появлении мужа он умело притворяется мёртвым. Тип четвёртый мужчину с настоящей занесён в красную книгу. Говорят, что в последний раз его видели в Гималае где он стоял над пропастью и бормотал не достанусь я никому. АПЛОДИСМЕНТЫ ГУЛ МОТОРА Разрывал ночной покой по дорогам Ездил рокер молодой чёрной краской Разукрашен гермошлем Этот парень был знаком везде и всем гермошлем гермошлем Товарищи, внимание! Билеты остались только на сломанный самолёт. У него глянь, он ещё раздумывает. Конечно, бери. У нас недавно один самолёт сломался, ничего, летает. Полгода никак посадить не можем. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего, товарищ, решили брать? Ой, какой вы капризный. Ой, какой капризный. Ну, откуда вы я знаю, чего в этом самолёте сломанное? Женя! Женя, чего там в этом самолёте сломанное? Видите, ничего серьёзного. двигатель немножко стучит по фузеляжу. А он не по голове стучит по фузеляжу. Громко будет стучать. Ну, будет громко стучать, но попросите лётчика, он-то двинь. из-за такой ерунды исток разговоров. Да мы вчера воронежский рейс управляли. Вообще самолёт достался с одним крылом. Ничего, ничего, молча обнялись, землю поцеловали, также молча улетели. Ну, какие некрологи, какие некрологи, некрологи, все живые, все живые, в тайге под Иркутском. Вчера на связи выходили, кувалду просили. Чего-то ещё говорили про мать нашего министра. Женя воронежскому рейс кувалду отправили. Вот, с проходящего сбросили. А кто сбрасывал Журавлёв? Журавлёв, да у него глаз алмаз, да у него глаз алмаз, больше на связь не выйдут, это точно. Ой, товарищи, берите билеты поскорее, это ничего, что самолёт сломанный, вам лётчик хороший достался. Я говорю, хороший, вон тот, который на кстылях. Нога в чему вбеет сей. Да Толик в пятницу приземлялся, у самолёта тормоза показали. Ногой пришлось тормозить. У него на борту 10 ящиков водки было, боялся разбить. О людях думал, думал о людях, думал, ящики у людей на коленях стояли. Громче говорите, я говорю, громче говорите, он слышит плохо. Ой, Толик, да я опять забыла, мне же надо тебе ещё экипаж с пассажиров подобрать-то. Товарищи, кто согласен в экипаж лететь? Кто согласен? Ничего сложного, ничего сложного, ничего, ничего. Будете говорить Толику, какая стрелочка, чего показывает? Чего, чего, видит он плохо. на какое направление билеты продаём? Товарищи, только сначала надо к сестре в Харьков заскочить. Ну, а чего потом? Потом полетите до тут, докуда керосина хватит. Вот ему до Ростова, до Ростова, надо до Ростова сбрасывать будем. Всё, товарищи, пока вы раздумали на этот рейс, все билеты проданы, все. Приходите завтра, может, куда вертолёт полетит. Женя, успеете до завтра к вертолёту хвост присобачить. Вот если пластилин завезут. У них ещё и винт украли. Так вы снимите двигатель стольного самолёта, да поставьте к себе на вертолёт. Да он им всё равно по фузеляш стучит. Да чё толик-то толик, только без двигателя взлетит. Говорю, взлетит. срочно ему к сестре в Харьков надо, а поездом ехать боится. Боится, там на железной дороге такой бардак. Просто ужас. свадьба, 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 свадьба. Ну чё ты тянешь? Ну чё ты тянешь? Ну давай, фотографируй свадьбу всю нашу, мы уже готовы ей, а? Чё не так? Ой, глянь, пьяный ему все. Ой, ты глянь, пьяный, так а кто виноват-то пьяный? Ты же сам опоздал, ну? Ты же опоздал? Вот, сам опоздал на свадьбу, а люди сидели, трезвые, злые, ждали. А ты же опоздал? Ну? Опоздал. На целых две минуты опоздал? Опаздывать нельзя на такие мероприятия, фотограф, потому что у людей радость, у людей. Да, и у меня радость. У меня можно сказать самое главное в жизни радость. Я можно сказать сегодня дочку провожаю в последний путь. Кому улыбаться? Какому борцу с ума? Ты чё, фотограф, глаза разуй. Это же невеста. это же дочка моя. Красавица, чё и улыбаться. Ты, Лянин, она ж на девятом месяце, чё и улыбаться. Ай, ты бы на девятом месяце был, я бы поледела на тебя, как бы ты улыбался. Ай, мужчина не беременет. Ай, я тебе хочу сказать фотограф. Слава Богу, что ты моего второго мужа не знал. Вот у него всё беременнее. Всё беременнее. я тебе точно говорю. Да чё ты к ней пристал? Ты гостей расставляй как надо. А дочка и так красиво стоит. Вон она, глянь, какая красавица. Ну прямо Венера с огурцом. В одной руке огурец, три во рту, банка под мыльчикой. Усенька моя, щёчки бордовые, хрупый огурчик, хрупый тебе полезно. Чё такое? Кого ты хочешь рядом поставить? Кого? Какую подружку невесты? Ты чё, фотограф? Я тебе говорю, глаза разуй, какая-то подружка. Это же жених. это тот сок от которого у дочки у моей золю. А в юбке, потому что он шотландец. Да, я бы его сама об руки одела. Больно, он шустрый шотландец. Три месяца с дочкой знакомый, она уже на девятом месяце. Это шотландца у неё ой, такой скромный парень был. Ой, такой скромный парень. Ну, всем нравился женщинам во дворе. Гриша армянин. Ой, такой парень скромный. Господи боже мой, фотографируй скорее, тоже. Глянь, гости к столу ползут. Стоять, сволочи. Фотографироваться будем. Ой, не знаю, глянь, как тараканы расползаются. Может, их скотчем связать. А чё, скотчем связать и не развязать потом. Ах, нахохочемся. Утром, давай, фотограф. Такие фотки будут утром, когда они всем пучком в туалет пойдут. не знаю, кто там чё, кого растёгивать будет. Фотограф, ты же, ты же жениха рядом с небесной. Поставь, ты ему чулки поправь. Поправь ему чулки. Да он не может сам. Он с моими братьями сошёлся уже. Сошёлся, вчера с братьями с моими. Он же хотел их на волынке научить играть. Они научили его с волынки пить. А вот так вот, а прямо с дудок и насосались. Братья, ползите сюда, фотографироваться будем. Ты, главное, фотограф, ты, главное, племянника моего сфотографируй. Вот этого, косого, вот этого, Гришку, вот этого, косого, сфотографируй его. Вот же ж, бабник, я тебе скажу. Вот такой бабник, ну, ни одной юбки не пропустит. Я тебе говорю, ни одной юбки не пропустит. я косел недавно, когда зятю случайно под юбку загляну. Что такое, доченька? Что такое? Доча, я тебя прошу, грызи огурец, ну, потерпи, не рожай, фотограф, давай быстрее фотографируй. Дочка вот-вот родить может. И зять вон открутится весь, извертелся. Ну, так холодно ж ему. Фотограф, да оставь ты, да оставь ты Мишку в покое, господи. Да что он тебе сдался, Мишка этот? Да не будет он в камеру глядеть тебе. Не будет, он ОМОНовик. Он контрабандный коньяк перехватил тысячу ящиков, никому бутылки не дал. Он уже две недели без сознания живет. Да не, да, да не откроет он глаза, господи боже мой, мы ему потом на фотках глаза дорисуем. Фотографируй его так. Фотограф, я тебя прошу, ну, не, не, не надо. Не трогай этого грузина. Пускай спит. Он свадьбу перепутал. Ну, ничего, мы его не гоним, пусть спит. Он же каждый день полчаса просыпается, танцует свою лесинку и дочке дарит тысячу баксов. Давай уже, фотограф, фотографируй, уже готовы, и мы все вся свадьба на тебя смотрит, улыбается, быстрее фотографируй, а то мужики шевеляться, на которых второй ряд стоит. Дочечка, я тебя прошу, ну, рожай, рожай, господи боже мой, только улыбайся фотографию. А вижу, что родила. Вижу, что мальчик. Ой, я не могу. Лень, подорог. Вылитый шотландец. Такой же черненький диносатик. Фотографируй внука моего, потором, дочку мою, улыбку ее фотографируй, грызье, гурец, доча, кончился, грызи, шотландца. Улыбаемся все. Получилось. Слава Богу, теперь я спокойная. Останется теперь память об этом счастливом и радостном дне. Люся, срочно запишите два самолета сегодня в Бердянск за свеклой. Берем по 30, отдаем по 40. Да и найдите мне Василия Мартыновича, пусть мне перезвонит. Спасибо, Люся. Приказываю телефон. Да, я знаю, разгружайте. Разгружайте немедленно, мы теряем деньги. И свяжитесь, пожалуйста, с Василием Мартыновичем, не забудьте. До свидания. Приказываю. Василий Мартынович, ну в двух словах, какие у вас проблемы? Нет, нет, Василий Мартынович, я хочу знать всю правду, какой бы горькой она ни была. Какие у вас проблемы, Василий Мартынович? Не темните. Что? У вас проблемы с морковкой? Василий Мартынович, мне нужны детали. Что там у вас с морковкой? Вянет? Василий Мартынович, вы с ума сошли? У вас вянет морковка, а я об этом узнаю в последнюю очередь. Самое заинтересованное лицо. Вы что? Да вы меня по миру пустите. Ну я не знаю, предпринимайте что-нибудь. Пристройте вашу морковку куда-нибудь в конце концов. Вы же не первый год в бизнесе, Василий Мартынович. Ну реанимируйте ее, удобряйте, поливайте. В противном случае я вас уволю. Я со своим коммерческим директором должна спать спокойно. В хорошем смысле этого слова. Все, Василий Мартынович, работайте. Приказ вас слушаю. Мама. Здравствуй, родная. Да нет, я работаю. Очень много работаю. Нет, мамочка. Нет, нет, что ты. Нет, я не вышла замуж, мамуля. Нет, я читала Ромео и Джульетту, мама. Я помню, сколько мне лет. Мамуля, ну о чем ты говоришь? Ну сейчас другая жизнь. Другие ритмы. Ну, Господи, у меня столько проблем. Мам, один Василий Мартынович, со своей вялой морковкой. Мамуля, дорогая, я тебе вечером перезвоню. Обязательно. Дорогая, у меня много работы. Все, целую тебя, целую. Люся, ко мне есть кто-нибудь? Молодой человек? Что он хотел? Пришел для того, чтобы сделать мне предложение? Ну, пригласите, Люся. Здравствуйте, молодой человек. Да, я вас внимательно слушаю. Что у вас? Ну, я вижу, что у вас цветы. Роза, элитная, голландская, 300 рублей штука, 9 штук, целое состояние. Ну, я вас должна огорчить, молодой человек. Мы не торгуем цветами. Кроме роз у вас что-нибудь есть для меня? Ну, я так поняла, что вы пришли для того, чтобы сделать мне предложение, правильно? Ну, так давайте, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, молодой человек. Ну что вы, смелее. Господи, боже мой. Мне такое сегодня тяжелое утро. Меня сегодня, Василий Мартынович, так расстроил своей вялой морковкой, что я открыта для любых контактов, молодой человек. Ну, что вы можете мне предложить? Сердце. Прекрасно. Ну, что же вы молчали? Это наш профиль. Замечательно. Ну, какое? Говяжье? Куриное? Страна-производитель. Я должна все знать. Сколько тонн? Ваши? В смысле, отечественные. В смысле, мы с вами будем работать без посредников. Прекрасно. Сколько тонн? Одна? В смысле, одна тонна? Одна штук? Вы пришли для того, чтобы мне предложить одно сердце? Нет, ну я вас должна расстроиться. Мы не занимаемся розницей. Молодой человек, о чем вы говорите? У нас объемы, продаж. Нет, нет, нет. Ну, вы не расстраивайтесь. Может быть, у вас к этому сердцу кто-нибудь еще есть? Ну, я не знаю. Ну, подумайте. Может быть, у вас есть колбаска, может быть, есть окорочка. Печенка, в конце концов. Нас все устроит. Что вы можете мне предложить? Руку. Сколько? Одну? То есть вы мне предлагаете одну руку, одно сердце. Подождите, мне надо посоветоваться со своим коммерческим. Василий Мартынович. Василий Мартынович, это я приказываю. Я не могу говорить громче, у меня посетитель в кабинете. Напрягите слух. Господи, что-нибудь, вы можете в этой жизни или нет? Спасибо, Мартынович. Ко мне пришел посетитель. Ну, понимаете, предлагает, предлагает мне руку и сердце. Ну, что странно, все в одном экземпляре. Я сомневаюсь, я не знаю. Ну, может быть, украл где-то. Может быть, опытные образцы. Как вы думаете? Убил и теперь торгует органами? Да нет, Василий Мартынович, нет. Ну, что вы, да нет, да нет, он не похож. Ну, что, не похож, конечно. Он симпатичный. Уши, как сибирские пельмени. Помните, мы продавали? Глаза, как маслины. Испанские, 40 рублей банка. Нос, как тамбовская картошка, которую мы в Грецию отправляли. Помните? Кстати, о картошке. Что там с картошкой, Василий Мартынович? А, вам целую неделю картошка снится. Вы не знаете, как понять этот сон. Господи, ну что здесь, ну что здесь такого непонятного, Василий Мартынович? Или весной посадят, или осенью уберут, Господи. Вы с ума сошли, молодой человек. Что вы себе позволяете? Господи, пожалуйста. Просто я не знаю, что вы позволяете себе. Открывался, поцеловал в щеку. Подумаешь, в щеку поцеловал. Это для вас, подумаешь. А для меня это целое событие. Как будто можно еще куда-то поцеловать. Ну куда, куда, говорите? Я же не специалист, я же... Я же в основном по свекле. Куда угодно, в руку, в шею. В губы, в губы. В губы как это? Как искусственно дыхать? Это что, как покойника, что ли? И что, это приятно? Да нет, ну, да не может быть. Да нет, да нет, да мне не понравится. Да, 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 ну, что вы меня уговорите? Да, о чем вы говорите? Да, да, я же знаю себя, мне и конечно не понравится. Хорошо, давайте пари, хорошо. Давайте, хотите пари, давайте пари. Хорошо, если мне понравится, я выйду за вас замуж. Хорошо, что я должна делать? Все. Я сижу, я сижу. Хорошо. Снять очки. Сняла. Сняла очки. Что еще? Закрыла глаза. Я спокойна, я спокойна. Целуйте, давайте. Все. Что? Расслабиться. Расслабилась. И. Боже мой, что я делаю? Господи, что я делаю? Ну, я совсем с ума сошла с вами, Господи. Боже мой, что я творю? Что я творю? В своем кабинете родном, Боже мой. Господи, сколько прошло времени? 16 секунд. Господи, 16 секунд. Сделай лично. Ой. За это время я могла бы продать вагон репу. Ой. Да, вы правы, я проиграла пари. Да, я проиграла пари. Я должна за вас выйти замуж. Когда вы планируете? В четверг? В четверг. Я не могу, у меня встреча с плодом инвеста. Давайте в субботу. Хорошо, в субботу. Все. Решено. В субботу. Все. Все. Выхожу замуж. В субботу. И сразу уезжаем в свадебное путешествие. Сразу. По овощным базам. Господи. Какое счастье, что вы пришли. Надо позвонить маме. Ой, баба, что у меня дома творится, я вот даже не знаю, как вам рассказывать. Ну, начну с самого начала, я начну все по порядочку. Знаешь, вчера по телефону я разговаривала сверка. Ну, о чем мы с ней говорили, баба? Ну, ни о чем таком мы с ней не говорили. Ну, говорили о своем женском. И она у меня вдруг спрашивает, говорит, Клава, а что ты себе подарила на 8 марта? А ей так это, значит, ой, я купила себе такой лифчик за 500 рублей. Ну, а так вот мы, значит, с нею разговариваем. Лежу у бабы, двери комнат открываются и на пороге. На пороге стоит мой Коля. Ну, ну, как вам сказать, баба стоит? Стоит в трусах. С аргументами в руках. И глаза прямо вот так вот к носу. Я у него сразу спрашиваю, говорю, Коля, что случилось? А он мне тихонечко-тихонечко говорит, Клава, я что-то не понял. Я не понял, что ты там себе такое купила. Я говорю, господи, ну, я тут сверка разговаривала. Это, это наш разговар. Ты ничего не поймешь, ты ничего не знаешь. Иди читай. Бабы, вы не поверите. Он вдруг ни с того ни с сего как заорет, повтори, что ты сейчас про лифчик сказала. И он так заорал, что я перепугалась, а трубку бросила. Я говорю, Коля, Коля, что ты так весь из себя возбудился? Из-за этого что ли? Он говорит, я? Я из-за цены возбудился. Я говорю, так тоже, такой шикарный магазин. Ну, что ты, это за валюту. Это совсем недорого. Я тебе сейчас все расскажу, я тебе все объясню. Ты же ничего не знаешь. Он говорит, что ты мне объяснишь? Что ты мне объяснишь? Что ты мне расскажешь? За валюту, не за валюту. 500 рублей, лифчик. Что ты мне объяснишь? Объясни мне, чего за такие деньги ты в нем собираешься носить? Я говорю, картошку. Ты что, что я могу лифчики носить? Ну, вы знаете, баба, когда он про картошку услыхал, он сразу начал отходить. Сразу говорит, хорошо. Хорошо, я в принципе, я не зверь, я все понимаю. Я понимаю, что моя баба раз в жизни себе купила подарок за валюту. Ну, хорошо, уже купила, носи. Но мне, Клава, кажется, что он у тебя обязательно, обязательно должен быть на меху. За такие деньги. Я говорю, Коля, на каком меху? На каком меху, когда это летний вариант, на каком меху? Когда это без бретели, когда это не чашечки. Он говорит, как? За 500 рублей у тебя только чашечки? Даже без блюдечков? И сразу весь посинел. Баба, я перепугалась, я начала ему уши растирать. Не помогает. Я хватаю газету, начинаю его обмахивать. Сама же я же кричу, я же его успокаиваю. Я кричу, Коля, успокаивайся. Это импортный вариант, это совсем недорого. Бабе. Он глаза подкатил. И тихонько мне шипит. Клава, носи наши. Ну, вы же понимаете, я ему сразу объясняю. Я говорю, Коля, ну я не могу его носить, понимаешь? Я не могу наши носить. Когда я наш лифчик надеваю, у меня такое ощущение, будто у меня грудь на спине. А он кричит, задом наперёд надевай. Я кричу в нашем, я себя уродом чувствую. Он кричит, а я кем себя чувствую с такими ценными? Кем я себя чувствую, когда я за месяц на четыре чашечки не зарабатываю? А я кричу, а Бондарев, он же напугается от дублёнки и не зарабатывает. Бабе, я ж чё-то кричала. Я ж его хотела как-то успокоить, а лучше бы этого не кричала. Потому что он у меня сразу спрашивает, а чего та дублёнка стоит уся? А я ему дура сказала. А он услыхал эту цену и окаменел. Как был в трусах с аргументами в руках и глаза как в кастрюле. Вот верите, бабы, памятник российскому мужу-кормильцу. В коридоре теперь стоит и мешает. Я чё только с ним не делала, бабы, грелочку к нему прикладала. И скалка его убила, ничего не помогает. Я уже Верке позвонила, всё рассказала. Ну чё она мне советует? Говорит, покричи ему погромче в ухо, почём на рынке кило мяса. И вон у тебя весь рухнет. А я и думаю, бабы, ну чё же я покричу? Ну рухнет. На фрагменты по коридору рассыплется. А сколько лет вместе прожили? А так, может, я его ещё как ласкаю отогрею. Чаёчком отпою. И буду уже потихонечку его готовить к ценам. Вот что ни говори, а женщина всё-таки любит ушами. Вот, господи, каждая женщина ждёт. Она вот это вот всё для тебя рассветит. Или когда он подойдёт сзади, вот так, вот сзади прям в охапку. У тебя так... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот, боже мой, то, что каждая женщина ждёт. Вот это вот. У тебя будет шуба. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Господи, ну как же вам объяснить мужчину? Ну как же? Ну вы понимаете, вот к женщине, к ней же надо с лаской. Вот. А ещё лучше с норкой или шиншиллой. Ну вы поймите, вот шуба для женщины это не каприз, это не дурь. Это самый важный в жизни атрибут. Если у женщины есть шуба, она ходит по-другому, она смотрит по-другому. Она даже если в ситцевом каком-то сарафане, она так на тебя посмотрит. Что ты понимаешь, что там в шифонере у нее висит шуба. Я знаю о чем я говорю, у меня шуба есть, мне повезло. Ну конечно, не шиншилла, не норка. Китайский крашеный под леопарда кролик. Ну все-таки, ее величество, шуба. Господи, как я ее люблю. Я ее люблю, я ее холю, лелею. Недавно праздник устроила. Да, прям по всем правилам. Стол накрыла, торт, свечи, шарики. Муж пришел, удивился. Ой, ну что это у нас такое? А я приглашен? Я говорю, конечно. Милый, дорогой, ты на этом празднике, ты самый долгожданный гость. Садись, наливай. Он говорит, за что пьем? Я говорю, не поверишь. Сегодня у моей шубы совершеннолетие. Я думала, он сгорит со стыда. Я думала, что он провалится сквозь пол. А он говорит, да, действительно, это дата. Пойду по этому поводу, приготовлю заливную рыбу. Я говорю, ты? Он говорит, а что? Заливную рыбу? Умеешь? Господи, что тут уметь? Кусок воблы, глоток пива. Вот так вот мы с ним и живем. С шутками, с прибаутками. Господи, девочки, я не понимаю. Ну что, ну что, девки-то так стремятся замуж? Ну, мужики, понятно. Они хотят, чтобы им стирали, убирали, готовили. Ну, девки-то зачем? Господи, ну, каждая девочка. Она еще только вылубилась. У нее еще только глазки прорезались. Она уже мечтает о принце на белом коне. Господи. Девочки, я не могу не сказать. Я просто обязана это сделать. Я обязана вас предупредить. Девчонки, будьте к этому готовы. Жизнь суровая штука. Понимаете, принцев на всех не хватает. Конкуренция страшная. Чуть зазевалась, все, осталось с конем. Вы поймите, хороших их разбирают с щенками. Вот мне, например, повезло. Я вышла замуж практически за идеального мужчину. И уже 20 лет живу с этим козлом. Господи, вы не представляете, как трудно воспитывать сына, которого тебе родила свекровь. Говорю ему, Петя, пойди на кухню посмотри, чем там кошка гремит. Он меня спрашивает, а ты ее кормила? Я говорю, нет. Ну, значит, готовит что-то. Или, ты белье повесил? Нет, я его помиловал. А что ты три часа на диване сидишь? А что такого? Мусор вынеси, Господи, только присел. А что ты до этого делал? Что? Что? Лежал. Вот она, семейная жизнь. Кстати, девочки, вы должны быть готовыми к тому, что вот эта фраза, вынеси мусор, это рефрен семейной жизни. А его грязные носки по разным углам, это ее, к сожалению, проза. Ну, серьезно. Для мужиков носки грязные тогда, когда он их надел и вдруг почувствовал, что они не на ту ногу. И вообще, знаете, они как-то наплевательски относятся к своему внешнему виду. Вот им все равно. Ну, в отличие от женщин. Ну, смотрите, как женщина готовится к новому летнему купальному сезону. Господи, да она готовится еще с зимы. Какие-то шляпки, какие-то сарафанчики, какие-то платьица, какие-то туфельки. Ну, всего не перечесть. Мужик, ногти на ногах постриг, все, готов. Но больше всего девочки в семейной жизни меня лично напрягает кухня. Вот я ее ненавижу всеми фибрами души. Вот точно говорят, сколько мужика не корми, а на следующий день он как будто и не ел вовсе. Я, знаете, о чем мечтаю? Я мечтаю однажды прийти в магазин и купить два мешка по 10 килограмм корм мужской сбалансированный. С опытом семейной жизни, конечно, ты уже начинаешь что-то понимать. Ты начинаешь уже приноравливаться как-то вот. Ну, вот мы, например, со своим уже редко деремся. Ну, потому что я его не злю напрасно. Он у меня практически не психует. Я ему, знаете, я ему подарки дарю. Они так любят подарки, вот, знаете, какую-нибудь фигню подаришь, а он прям... Нет, ну не всегда фигню. Вот на день рождения я ему хороший подарок сделала, прям просто вообще сказочный. Костюм подарила. Тройку. Трусы и два носка. Ну, мы же с вами, женщины, отвечаем за погоду в доме, понимаете? Ну, от нас все зависит. Это же мы сложно сочиненные. Это же мы с предподвы подвертом. Женщины, они как скрипки. Скрипка — это очень тяжелый инструмент. Чтобы научиться играть на скрипке, надо полжизни потратить. Чтобы уметь вот извлечь вот эту фантастическую мелодию из этого труднейшего инструмента. А мужчины, они проще. Мужчины — это шарманки. Но, девочки, даже у шарманки есть своя неповторимая мелодия. Спасибо. Спасибо.